Они чувствовать должны, что они в семье, что они должны знать, что их любят, что они любимы. Но так гладко бывает далеко не всегда. Только в прошлом году 104 ребенка вернули в детские дома. В 12% случаев это произошло по причине смерти родителя. Более чем в 48 не сложились отношения между ребенком и новыми папой и мамой. А в 20% детей забрали из-за ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей. Именно поэтому я сегодня и собрал этот круглый стол. Для того, чтобы мы с вами, по сути, провели, наверное, мозговой штурм. Чтобы обозначили проблему, чтобы разобрались, проанализировали ее. И, возможно, предложили какие-то решения, которые могли бы исправить ситуацию. Предложений прозвучало много. Люди с огромным опытом работы в этой сфере уверенно говорили, что к выбору родителей нужно подходить еще более тщательно. Мы должны иметь четкое представление. Уж простите, может быть за старомодность, но о каких-то нравственных качествах кандидата. И понимать истинные мотивы, для чего берут ребенка в семью. Конечно, должны быть четко определены требования к предельному возрасту, на наш взгляд, и доходам опекуна или приемного родителя. Чиновники, работники опеки, педагоги почти в один голос и, можно сказать, впервые заявили об обязательной психологической помощи семьям, которым все-таки доверили воспитание детей. Я считаю, важный модуль, который должен быть во всех службах сопровождения, это модуль по ненасильственным методам воспитания детей. Этому нужно обучать родителей. Об этом нужно открыто и прямо говорить. Нужно прямо говорить и о фактах насилия, которые встречаются не только в замещающих семьях, но и в тех, где опекунство над детьми берут кровные родственники. Подобная ситуация произошла в Бийске. Была доказана вина опекуна, опекун понес наказание. Когда мы разбирались в ситуации, это семья, где тетя усыновила племянницу после смерти младшей сестры. Если в замещающие семьи родители обязаны проходить школу, то кровная семья может отказаться от этого. Участники круглого стола считают, что школа приемных родителей должна быть обязательно для всех. Таким семьям хотя бы раз в пять лет нужно сдавать своего рода экзамен на пригодность к воспитанию. А еще требуется увеличивать штат органов опеки. Об этом говорили все присутствующие. К примеру, в Заринском районе работает всего один специалист по опеке. А сел, в которых живут семьи с приемными детьми, 22. Нагрузка практически не посильная. Сегодня средняя нагрузка на специалиста по опеке – это 4,5 тысячи детского населения и более. Конечно, это очень значимая нагрузка. Все присутствующие также согласились с тем, что необходимо создание единого центра работы с семьями. Ведь на данный момент опека находится на муниципальном уровне, а центры помощи – краевые, государственные. По итогу круглого стола все предложения участников были зафиксированы. Теперь их направят в Министерство образования края. Следующим шагом станет поиск механизмов для их реализации. Татьяна Голубева, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком.